Наступила долгожданная пора каникул, отпусков и уикендов. Для одних лето – это время отдыха и релакса, а для других – хорошая возможность подзаработать. Какие виды заработка существуют и какие бизнес-идеи можно реализовать в самое теплое время года – поговорим об этом в нашей рубрике «Экономический ликбез». Да, я думаю, что желание заработать дополнительные деньги может вполне конкурировать с желанием хорошо отдохнуть. Раньше, например, когда я учился в университете, то каждое лето искал возможность подзаработать, и, по правде говоря, не всегда получалось. Однако сегодня есть достаточное количество способов хорошо заработать. У нас есть несколько минут, и мы попробуем за это время рассказать о самых простых и самых действенных способах заработка в нашем регионе. Итак, поехали. Велосипедные прогулки. Что необходимо? Парк, как минимум, из нескольких велосипедов. Можно разработать интересные маршруты движения, чтобы дорога, прежде всего, была удобной и безопасной. На протяжении всего велопутешествия должно быть как можно больше интересных и красивых мест, которых в Забайкальском крае в достатке. Или вот интересная идея – заработок при помощи металлоискателя. Правда, понадобятся первоначальные вложения на приобретение того же металлоискателя. На пляжах, к примеру, озера Кенон или Арахлея, в летний период люди иногда теряют свои золотые украшения в песке, воде или траве. Большинство украшений сделаны из драгоценных металлов. При помощи металлоискателя потерянные золотые украшения можно будет находить. И на поиски уходит не так-то много и времени. Для поиска необходимо прийти на пляж рано утром, пройтись по берегу, проверить зону мелководия и обязательно поискать в тех местах, где еще вечером располагалась шумная компания отдыхающих. Вероятность вернуться домой с золотым уловом очень велика. Но еще одним вариантом заработка может стать уход за животными или комнатными растениями. Можно заняться выгулом собак за определенное денежное вознаграждение. Особенно это актуально летом в период отпусков, так как пристроить своего домашнего любимца часто бывает весьма проблематично. А тут вдруг появляетесь вы и предлагаете свои услуги. Также можно поливать цветы во время отсутствия хозяев, покормить и убрать за котом или полить грядки на даче. Это простые вещи, которые можно делать практически не напрягаясь и получать за это и денежное вознаграждение. Но во второй половине лета, когда начинается ягодно-грибной период, можно организовать сбор и последующую продажу лесного урожая. Тем более, что ягоды и грибы всегда пользуются неплохим спросом. К примеру, ведро груздей прошлым летом стоило на Читинских рынках от 1 тысячи и даже больше. Мы забыли про еще один летний бизнес. Неплохие деньги можно заработать на производстве веников для бани. Ну, вначале нужно найти заказчика, который захочет приобрести у вас сделанную продукцию. Им может стать городская баня или простое физическое лицо, у которого есть своя баня, но нет времени заготавливать веники. В результате, на протяжении лета такой способ может стать хорошим источником дополнительного дохода. Так, лето на самом деле, мы решили узнать у тех, кто уже проводит лето с пользой. Как торговля идет? Так вот, погода не дает торговать. Вот, град был, все угробил. Но вообще, Читинцы активно покупают? Конечно. Чем торгуете? А вот доча цветочками торгует. На таблетки, на лекарства. Ну, за день нормально получается? Ну, на хлеб и на воду хватает. Вы каждый год здесь? Нет, я год первый здесь. Ну, в общем-то, завулин. Ну, сколько выручка в день? Три плохо, восемь хорошо. Восемь тысяч? Да. Вообще нормально. А сколько вложений делали? Ну, на семена, все такое? Ну, порядка где-то пятидесят тысяч. Думаете, отобьете, да, за лето? Да, конечно. Курицы у Читинцев в этом году не очень популярны. Почему? Не знаю, наверное, народ обмещал. Ну, а в целом, сколько цена, например, одной курочки? Четыристо, четыреста пятидесят. Цыплята дешевле? Ну, конечно, цыплята дешевле. Ну, и цыплят не берут. Вот, редкие покупатели. Редкие покупатели. Двенше сон же, да? Угу. Двадцать шпичек, да? Им же и нужно и витаминки, и вырастить, и кормить их надо, и поить, и убирать, и содержать надлежащим образом. В самый хороший день сколько бывает? Ну, по-разному бывает. Даже очень хорошо бывает. Ну, сколько? Ну, я не могу сказать. По-разному. Пять, около пяти там, и поменьше бывает. По-разному бывает. Вы здесь кому-то платите за то, что здесь занимаете место или нет? Ну, почему? У нас мы все стоим по договорам, у нас аренда на эту землю. Забайкальцы, приезжайте за утятами, цыплятами, курочками, гусятами. К перечисленному списку можно добавить репетиторство, экскурсии, сдачу квартиры, торговлю квасом и прохладительными напитками, детские аттракционы с сахарной ватой и мороженым, фотографию свадьб и еще много-много другое. Главное – это фантазия и желание действовать. Ну, и не забывайте, конечно же, летом отдохнуть и позагорать, получить свою порцию витамина D. Тем более, что забайкальское лето очень короткое. Ну, а теперь по традиции пару слов о курсе рубля. Валютная пара доллар-рубль за прошлую неделю не показала ярко выраженной динамики. Ценовые значения находятся в пределах 56,90-56 рублей ровно за доллар. Трейдеры и инвесторы в ожидании решения ФРС США относительно процентной ставки, которая будет объявлена 14 июня. В случае ее повышения, при этом вероятность очень высокая, спрос на доллары может повыситься, что приведет к некоторому ослаблению российского рубля. А пока на сегодня официальный курс валюта ЦБ – доллар 56,67, евро 63,78. Ну, а лучший курс доллара в читинских банках сегодня – покупка 56,50, продажа 56,90. Ну, на этом все. Увидимся на следующей неделе. До встречи. Спасибо, Максим. Это была наша рубрика «Экономический ликбез». Мы говорили сегодня о бизнес-идеях наступившего лета. Аль Пари.